В третьей школе на переменах звучат самые известные детские песни. Празднику рады не только учителя, но и ученики. В честь преподавателей на каждом шагу поздравления. Также хочу поздравить всех учителей с праздником. Это ваш заслуженный профессиональный праздник. Желаю оставаться такими же любящими, добрыми, чтобы вас все слушались и, конечно, здоровья. Звучит звонок у снова зоопарта в одном из светлых классов. В новой школе идет урок. Его ведет педагог Татьяна Геннадьевна Кудрявцева. Она подойдет к каждому ученику, укажет на недочет. И здесь каждому ребенку чувствуется индивидуальный подход. Где-то и похвалю, и пожурю, и поглажу по голове. И какие-то проблемы они рассказывают. То есть доверяют детям. Наша классная Татьяна Геннадьевна, она очень добрая, любящая, понимающая. Не было такой проблемы, которую она не могла решить. Я считаю, что она полностью заслуживает, как и радует учитель года. Я считаю, что она заслужила ее. Татьяна Геннадьевна по образованию учитель технологии. В Ненецкий округ она приехала из Удмуртии. Говорит, там было сложно найти работу по специальности. Там таких специалистов, как я, было много. Я не могла найти себе профессию. В 2011 году мы переехали сюда в Наринмар. Я с первого дня, как только приехали, я сразу устроилась в третью школу. За что благодарна Наринмару, потому что действительно сейчас работаю по профессии, по специальности, по своей. И мне очень нравится. Вы знаете, вот эту работу педагога, да, я знаю с детства. У меня родители учителя, у меня бабушка учительница. То есть у меня там несколько поколений учителей. И поэтому с этими тетрадками я выросла. Я рисовала в маминых тетрадках, да, когда она проверяла, я незаметно так. Потом дети открывали, а там мои кракули детские. Поэтому эту, как бы, подноготную этой работы я знаю с детства. Конечно, работа требует вложений. Все творческие преподавательские вложения Татьяны Кудрявцевой в этом году высоко оценили. Она завоевала звание учитель года в конкурсе педагогического мастерства «Профессионал года-2020», который проходил в Центре развития образования. Конкурс педагогического мастерства «Профессионал года-2020» проходил в этом году по пяти номинациям. «Руководитель года», «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют». Это молодые специалисты, которые работают до трех лет в Ненинском автономном округе. И последняя номинация была «Учитель родного ненинского языка». Среди тех, кто получил золото педагогического мастерства и заведующая детского сада «Ромашка» Ольга Стасева. Она стала лучшей в номинации «Руководитель года». Ну, как руководителя, да. Это моя первая победа. Мы, как коллектив, мы участвуем часто в конкурсах, и у нас есть достижения такие значимые. Действительно, им есть чем похвастаться. В 2018 году «Садик Ромашка» стал лауреатом пятого всероссийского конкурса. В номинации «Лучший инклюзивный детский сад». Они вошли в десятку лучших детских садов России. Ну, что самое главное в своей работе как руководителя, я вижу, это создать безопасные и комфортные условия для каждого ребёнка, кто к нам приходит. У педагогов должна быть возможность самореализоваться, проявить творчество, инициативу. Это самое главное. Дает возможность реализоваться в профессии педагогам и воспитателям в Центре развития ребёнка «Детский сад Солнышко». Ольга Владимировна Вокуева стала победителем в номинации «Воспитатель года». Карьера педагога была для меня предопределена тем, что моя бабушка была педагогом, моя мама была воспитателем в детском саду. И, наверное, всё-таки я приняла от них эту эстафету и выбрала для себя этот путь – работу с детьми. Работаю я педагогом уже более 14 лет. Коллеги высоко оценивают Ольгу Владимировну, которая в Ненецкий округ приехала из Кавказских минеральных вод. Как смеясь, говорят коллеги, это судьба, что воспитателе «Солнечного города» попал в детский сад «Солнышко». Вокуева Ольга Владимировна, да, она у нас очень ценный работник. Пришла она к нам в 2013 году. Мы, наверное, рады были очень её приходу. Это очень творческий, отзывчивый человек. Очень хорошо сразу, буквально с первого мгновения, находит контакт с детьми, с коллегами. Ну, вообще с сотрудниками, не только с коллегами. Поэтому человек, который постоянно находится в поиске чего-то нового, никогда не останавливается на том, что знает, что может. То есть постоянно ищет что-то интересное как для себя, так и для детей. Сегодня учителя получают многочисленные поздравления. К ним присоединяется и телеканал «Север», который с удовольствием расскажет всему округу о новых победах наших северных учителей. Ольга Руслова, Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». Спасибо. Спасибо. Спасибо.